Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Основали джаз-оркестр в Арцахе в 2004 году. Тогда мне было 24 года. Джаз — это язык, некий международный язык, который не имеет границ. Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова У человека, который по-настоящему предан искусству, часто полон препятствий, но благодаря незыблемой вере, преданности и творческой силе, у них получается игнорировать все трудности. Посвящая свою жизнь искусству с целью сформировать эстетический вкус общества, они идут вперед. В их числе есть имена, без которых нельзя представить конкретные музыкальные сферы. В Арцахской эстраде это Тигран Лалаян, пианист, дирижер, идеолог и основатель Арцахского эстрадно-джазового оркестра. 20 лет его творческой деятельности проходили в Арцахе во имя сохранения традиции эстрадно-джазового искусства Арцаха, создания и популяризации джазового оркестра. Тигран Лалаян родился 11 октября 1978 года в городе Степанакерт в музыкальной семье. Отец Сергей Лалаян был известным аккордеонистом, писал музыку, преподавал в городском доме культуры. Многие старались попасть на уроки этого талантливого педагога и яркого музыканта. Тигран родился в семье музыкантов, еще в младенческом возрасте. Он реагировал на музыку. И когда он начинал плакать, Сергей доставал аккордеон и начинал играть. Он сразу замолкал и как бы глазами искал музыку. Мама Алина Кшпян тоже была одаренным музыкантом, долго работала педагогом фортепиано. Дедушка Тиграна Карлин Лалаян в юношеские годы вместе с моим папой Билиным Лалаяном играли в духовом оркестре под управлением Засеева. Безмерным было счастье Сергея, когда родился сын, с которым он связывал большие планы и мечты. Он очень хотел, чтобы сын тоже стал профессиональным музыкантом. Но даже представить не мог, что он не только станет музыкантом, но и всю свою жизнь посвятит музыкальному развитию родного города и внесет свою лепту в святое дело, в развитие армянского искусства Арцаха. К сожалению, Сергею не посчастливилось увидеть успехи сына. Ему было всего 25 лет, когда в декабре 1978 года он погиб в аварии. Это стало большим горем для семьи, и воспитание двухмесячного ребенка легло на хрупкие плечи жены. Было непросто. Но Алина достойно перенесла все трудности жизни и вырастила сына в заботе и любви. Тиграна я помню ребенком, которого все буквально любили во дворе. Отец Тиграна, талантливый аккордеонист, к сожалению, очень рано ушел из жизни. Поэтому Тигран у нас во дворе был каким-то особенным ребенком. Мы все его лелеяли, любили, ходили за ним по пятам. Как может 8-летний ребенок уже играть не просто аккорды детских песен, а что-то сочинять на ходу? Когда он играл в детском ассамблее у Олега Перумяна, у моего мужа. И уже тогда я помню фразу, когда Олег во время репетиции обратился ко мне и, показав на Тиграна, сказал, Он все-таки метит в джаз. Удивительные вообще все лалаянные музыканты. Талантливые, неповторимые, каждый в своем стиле. Любовь и стремление к музыке у Тиграна появились еще в детском садике, где он активно участвовал во всех музыкальных мероприятиях. А с 7 лет он уже посещал Степанакерскую школу искусства, выбрав профессию отца. Я его взяла на школу, привела в школу, по классу Аккордеон, который он окончил с отличием. Уже продолжил училище учебу. Его яркие способности не могли быть незамеченными опытными учителями. Они с большой ответственностью подходили к музыкальному воспитанию ученика. Тигран закончил школу искусств с отличием. Род лалаянов всегда выделялся своей музыкальностью. За пределами Арцаха их тоже знали и любили. Кларнетиста Вилена Лалаяна, саксофониста Ашота Лалаяна, композитора, руководителя джаз-квартета «Амарас», автора проекта «Джаз с армянским акцентом», лауреата многочисленных международных премий Артема Лалаяна. Впереди были сложные времена. Каждый день Степанакерт подвергался обстрелу и бомбардировке. В связи с военными действиями на длительное время прекратили занятия в учебных заведениях. Только после войны возобновилась музыкальная жизнь Степанакерти, и Тигран поступил в музыкальное училище имени Саят Новый. Директором училища был талантливый музыкант Эдуард Газарян, который сразу же заметил одаренного юношу и взял его развитие в свои руки. Он прекрасно знал отца Тиграна. Эдуард Газарян воспитывал несколько поколений музыкантов, большинство из которых окончательно связали свою судьбу с музыкой. Тигран Лалаян поступил в отделение аккордеона в музыкальном училище в 1994 году. Сначала он учился у Эдуарда Газаряна, затем у меня. Он был очень способным, как его отец. Помимо нашей учебной программы, я чувствовал, что у него также есть способности в эстрадно-джазовом стиле. Музыкальное образование в училище прервалось в военной службе, но даже в армии он не расстался с музыкой. Он играл в военном оркестре на разных духовых инструментах. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова ДАХОМ БИТС В это время у него появилась идея создать джазовый биг-бенд. Это было большим новшеством в жизни Арцаха и осуществилось только через несколько лет, в 2004 году. Тигран также является одним из основателей Арцахского государственного эстрадного ансамбля, где работал с 1996 по 2011 годы. В отличие от Армении, где основа эстрадно-джазовой культуры была заложена в 30-х годах прошлого века, благодаря великому музыканту Артемию Айвазяну и усилиями Аурбеляна и других заслуженных деятелей, покорила много вершин как на родине, так и за ее пределами, в Арцахе же эта культура сформировалась позже, в начале 60-х. Талантливый музыкант Генрих Бархударян при Степнакерском доме культуры организовал самодеятельный эстрадный оркестр, который приобрел государственный статус в 1968 году как эстрадный ансамбль «Карабах». Надо отметить, что в те годы в Советском Союзе действовало всего 6 эстрадных ансамблей и один из них в Арцахе. Ансамбок Чуков Касу. В возрасте 23 года он взял на себя большую ответственность, собрал молодых ребят, многие из которых даже не держали в руке духовой инструмент. Благодаря его трудолюбию, его фанатизму, его любви к музыке, он добился таких результатов, что в течение долгих уже лет он смог этот оркестр вывезти в другие города, на фестивали международные. Это все благодаря его кропотливому труду. Но джаз – это отдельная планета. Трудная, недоступная каждому. Родился он джазменом, но работая над собой все эти годы, он повысил свою планку в музыкальном смысле. 20 лет тому назад человек в Арцахе, в Степанакерте, задумал организовать ни много ни мало, а большой джазовый оркестр. Это тот период, я очень прекрасно помню, когда в Степанакерте достаточного количества не то что музыкантов, но и инструментов не было на тот период. Вот здесь я хочу акцентировать ваше внимание на его организаторские способности, что многим очень казалось это невозможным и неблагодарным занятием. В один прекрасный день этот оркестр зазвучал. Имея безмерную ответственность и организаторские способности, и выступая в роли идеолога создания джаз-оркестра, Тигран работал с большим энтузиазмом, чтобы достичь своей цели. И уже в 2003 году собрал любительский ансамбль. Самое интересное то, что он не хотел создавать трио или квартет, а сразу биг-бенд. Когда Тигран Лалаян предложил организовать оркестр, сначала думали, что ничего не получится, потому что не имели четкого представления. Но потом согласились попробовать. Путь был очень сложным. Мы даже не имели постоянного места для репетиции. Но все получилось. Оркестр – это объединение. Это общая цель и единое мышление. Во главе с Тиграном Лалаяном мы смогли достигнуть своей цели. Тигран Лалаян, на мой взгляд, является одним из лучших бенд-лидеров нашей Армении. Армении, наряду с теми, которые здесь, в Ереване. Он в Арцахе создал прекрасный оркестр. Я побывал однажды и услышав, сразу оценил. По роду своей службы я был профессиональным спортсменом. Я объездил много страт. И всегда увлекался джазом с юных лет. И бывал на многих концертах. Поэтому могу с уверенностью сказать, что Арцах джаз-бенд один из самых лучших на постсоветском пространстве. И будет на уровне в любой стране мира. Создать такой оркестр в таких скупых условиях, в Арцахе, уже большое дело. Когда мы встретились, и я послушал их исполнение, понял, что он профессиональный музыкант. В начале некоторые музыкальные инстанции относились к этому делу с сомнениями, потому что для такого серьезного проекта не было предпосылок. В еще раненом Арцахе, который с трудом решал свои жизненные проблемы, не хватало такой музыкальной среды. Но безмерная любовь и вера к своему делу, стойкость, строгость и высокая планка ответственности сделали возможным невозможное. За очень короткое время Тиграну удалось несколькими удачными концертами сломать стереотипы. Оркестром стали восхищаться не только зрители, но и специалисты. Тигран не скрывал свою гордость за то, что большинство музыкантов — местные, арцахцы, которые на своем пути преодолели немало препятствий. В 2005 году оркестр получил государственный статус. В их репертуар входят как классические джазовые произведения, так и работы армянских композиторов и жанровые аранжировки народных мелодий. Тигран Лалаян для меня музыкант, который, во-первых, является символом мороза, Арцаха и, во-вторых, Арцахского джазового оркестра. Он сам создал этот оркестр и уже долгие годы руководит им. Он профессиональный музыкант и талантливый руководитель. Благодаря ему уже 10 лет независимый Арцах имеет свой несравненный оркестр, культурная деятельность которого совмещается с патриотической. В 2005 году Тигран получил награду «Лучший музыкант Гона». Он говорит, что каждый музыкант оркестра достойен этой награды. Этот человек ворвался в такую размеренную ереванскую джазовую жизнь со своими горящими глазами, с амбициями, что, в принципе, сразу бросалось в глаза. И с моей стороны было оценено очень высоко. Горящие глаза – это показатель того, что человек заражал своим делом, верит в свое дело, верит в себя, верит в людей, которые окружают его. И вот это качество его, оно очень мне бросилось в глаза сразу. И вот так, как бы, такая определенная симпатия у меня возникла к этому человеку, именно вот когда я с ним встретился в первый раз. Но вот это качество, это черта характера, именно человек с горящими глазами, я бы так назвал бы, именно зараженным своим делом. Да, вот это мне очень резко бросилось в глаза. И я, как человек, который люблю свое дело сам, я не мог не заметить этого и пропустить, так сказать, мимо себя, что вот есть еще один человек появился, который вот горит именно желанием проявить и себя, и свой оркестр, показать все, на что способны, и продвигать вот это дело, музыкальное, джаз, в Арцахе, вперед. В 2006 году первый раз по приглашению Армянской джазовой ассоциации оркестр участвует на международном джазовом фестивале в Ереване. Достойно выступает на Ереван Джаз Фест, получая поддержку и симпатию армянских и зарубежных музыкантов и критиков. Музыканты молодого оркестра воспринимают армянские музыкальные традиции как завещание. В Ереване проводился международный джазовый фестиваль, и там впервые выступил Арцах джаз-бэнд. Вообще первое впечатление от любого явления, самое основное и точное, которое потом развивается при следующих встречах. Моим первым ощущением была неожиданность. Слушаю удивительно правильное и грамотное исполнение у солистов и у группы. Интересуюсь, кто руководитель. Выясняется Тигран Лалаян. Я знаком с Тиграном и его биг-бэндом больше 10 лет. И за эти годы мы провели интересные мероприятия как в Арцахе, так и в других местах. Благодаря активной деятельности Тиграна Лалаяна в Арцахе периодически организовывались концерты, юбилейные вечера, музыкальные фестивали и встречи, в которых участвовали известные джаз-оркестры, солисты, приглашенные из Армении, России и из других стран. В Арцах биг-бэнд сотрудничали такие великие музыканты, как Роберт Амирханян, Мартин Вартазарян, Ервант Ерзенкян, Аливон Махасян, Сергей Манукян, Артем Лалаян, Антон Залетаев, Армен Юснунс, Армен Тагаранян и другие. Артем Лалаяна, Армен Ахароняна, Еваник. Я, честно говоря, не знал и был поражен. Удивительные музыканты, энтузиасты. И каково же мое было удивление, когда через два года Тигран позвонил мне в Москву и пригласил поучаствовать в составе оркестра в качестве контрабасиста на концерте, посвященном Международному дню джаза, который, по-моему, первый раз отмечался. Так широко? Я был очень сильно удивлен тем, что в такой маленькой республике удалось собрать такое количество музыкантов, причем очень неплохих музыкантов. Оркестр звучал и звучал прекрасно. Это, в общем-то, подвиг. Это очень большой подвиг. И Тигран, ему можно поставить памятник в Степанокерте, это точно, что он сделал оркестр, который существует уже 20 лет. 20 лет! Это срок. И отличная программа, хорошие солисты, все очень точно. Мне понравилось. Что я хочу сказать, что вот Горькову, по-моему, принадлежат эти слова. Безумству, храбро поем мы песню. Вот я Тиграну пою песню. Джазовая, да, или нинджазовая, это не имеет никакого значения, потому что в этом совсем другой смысл. Это песня действительно отважному человеку, который взялся за неподъемное дело. Но он его поднял. Он сделал это. В 2008 году оркестр удачно участвует в концерте, посвященном 85-летию Степанокерта. В 2011-м проходит просто потрясающий концерт, который был идеальным по своей структуре и по содержанию. В программе были интересные джазовые произведения разных времен и жанров, целая плеяда авторов. С 2007 по 2014 годы они сыграли очень много концертов как в Арцахе, так и за границей. В 2015 году участвовали в международном фестивале «Ереван Джаз Фест». Это стало ключевым событием для арцахских музыкантов, которое дало им возможность представиться не только ереванскому требовательному зрителю, но и зарубежным профессионалам. Тигран Лалаян в Международный день джаза в Степанокерте организовал шикарный концерт с участием авторитетных джаз-музыкантов. Тигран Лалаян в Международный день В 2017 году в Ереване оркестр участвовал в большом концерте джаз «Свои имя мира» в зале имени Арама Хачатуряна с известными джаз-музыкантами и исполнителями. В том же году оркестр был приглашен на международный фестиваль, организованный Игорем Бутманом в городе Сочи. За пределами арцаха биг-бенд Лалаяна участвовал на сочинском фестивале. Было очень много положительных отпиков и в эфире, и в прессе. Оркестр прекрасно выступил в Сочи. Я был с ними, и даже так получилось, что самолет опоздал, и буквально с колес мы в автобус приехали прямо на эту площадку, и надо было сразу, даже не дали чек сделать, ничего, просто сразу сказали, что через 15 минут начинаются концерты. И ребята бегом там инструменты только поставили, начинаешь. И ведущего не было, я еще ведущим встал на сочинском концерте. Оркестр прекрасно развивался, начиная с фестиваля в Ереване. Мы выступали в здании великолепного оперного театра, познакомились с известными во всем мире музыкантами. На сочинском фестивале мы представляли наше непризнанное государство. Для нас это была огромная честь. С Тиграном Лалаяном мы участвовали в фестивале в Ростове-на-Дону. Очень большая ответственность выступать перед чужим зрителем и вдвойне ответственно представлять Арцах. Мы получили колоссальное позитивное впечатление. Музыка с детства преследовала меня. После армии я познакомился с Тиграном Лалаяном и внезапно получил предложение участвовать в концерте, посвященном юбилею Мартина Вардазаряна. После этого мы начали сотрудничать. По инициативе Тиграна Лалаяна, первый раз в Типанакерте был организован двухдневный джаз-фестиваль, в котором участвовали группы и солисты из разных стран. Субтитры создавал DimaTorzok Под непосредственным руководством Тиграна в Типанакерте был организован юбилейный концерт к 80-летию выдающегося армянского композитора Мартина Вардазаряна. Так получилось, что мне исполнилось 80 лет, и мой юбилей по каким-то причинам игнорировали в самой Армении. И вдруг я получаю звонок из Арцаха и узнаю, что там отмечают мой юбилей. Дело было необычное, но те эмоции, которые я получил, сильно вдохновили меня. Здесь я увидел большой труд, преданность своей работе и выступлениях солистов, и в номерах оркестра. Сам Тигран сыграл мое произведение на фортепиано, я получил огромное удовольствие. Я заметил некую новизну в его исполнении и убедился в его одаренности. Он прекрасно чувствует музыку, пишет интересные партитуры, отлично руководит оркестром. Однозначно достойен упоминания еще и концерт, который проходил в рамках фестиваля Ереван Джаз Фест 2018 с участием известных джазменов. Я сегодня здесь с очень важной миссией. Прежде чем вручить этот документ Тиграну Лояну, я хочу выразить свою благодарность великолепному коллективу Орцах Джаз Бенду и сказать, что в одной маленькой республике, которая уже 25 лет находится в военном положении, создать такой оркестр и преподнести такую качественную музыку – это просто чудо, огромный труд. Вы все внесли свою лепту в развитие нашей культуры. И Тигран Лояну отныне считается представителем ассоциации армянского джаза в Орцахе. Добрый вечер, дорогие друзья. Достоиться такой чести – это не моя заслуга. Это результат кропотливого труда нашей команды. В 2019 году Тигран Лояну в Ереване и Степанакерте организовал юбилейные концерты профессора Роберта Хмерханяна. В том же году состоялся совместный концерт с композитором и виртуозом пианистом Арменом Гараняном. Военные действия 2020 года не только не сломили дух и волю оркестра, но еще больше подняли чувство обязанности распространять духовную пищу. На раненой родине нелегко было организовать культурные мероприятия, но стремление не отступать, не сдаваться их подтолкнуло вперед. Уже в 2021 году в Ереване и в Степанакерте были организованы сольные концерты, посвященные возрождению арцакской культуры. Ервант Ерзенкян Народный артист Республики Армения, композитор, дирижер. Тысяча проблем, которые надо решать. В этом году оркестру исполнится 20 лет. Тигран Лалаян сделал и делает колоссальную работу. Он полностью посвятил себе оркестру. Я желаю ему самого доброго, чтобы он продолжал расти и развиваться как музыкант. Уникум, талантливейший, работяга, бесподобный музыкант из рода Лалаяна. Заслуженного признания, как я уже сказал, и на нашей родине, в Арцахе, и далеко за ее пределами. И я уверен, что это все еще впереди, потому что лично я не сомневаюсь в его энергии и в его именно преданности, за счет чего обязательно это свершится. Я желаю творческих новых успехов, побольше концертов, хорошей публики, здоровья, счастья и всего самого доброго. Мое пожелание одно, чтобы он не удовлетворялся сделанным и продолжал покорять новые вершины. Это важно и для Арцаха, и для Армении в целом. Я пожелаю Тиграну больших творческих успехов в дальнейшем и исполнения всех его заветных желаний. Я хочу, чтобы у него была возможность полного самовыражения, развития всех педагогических и музыкальных способностей. Оркестр имеет очень важную роль в жизни Арцаха, и ее невозможно переоценить, особенно в наше время. Я желаю ребятам удачи и успехов, особенно Тиграну Ланайя, лидеру этого бэнда. Желаю Тиграну успехов в творчестве. Я думаю, Тигран такой человек, что даже с одной октавой сможет сочинять музыку. Он такой человек, что будет реализовывать все свои замыслы. Дай Бог ему успехов. Тигран, я желаю тебе, я очень рад, во-первых, знакомству, личному знакомству с тобой. И я желаю, чтобы все твои замыслы творческие, чтобы все получалось, чтобы была какая-то поддержка, чтобы люди, от которых зависит существование оркестра, оркестр ведь, я так понимаю, что это оркестр Карабаха, чтобы руководство поддерживало ее. И это очень важно, даже в международном плане, я скажу, это очень важно. Вот, так что всего самого-самого наилучшего. Тигран, я всем сердцем болею за все, что там у вас происходит. Желаю всего-всего самого наилучшего. Как можно меньше проблем, трудностей. И надеюсь, когда-нибудь тоже с вами встретиться, поиграть. Будьте счастливы. Очень хочу, чтобы начатое им дело развивалось. Оглядываясь назад на плодотворные годы и на неоспоримые результаты и успехи, нужно констатировать, что он выдающийся музыкант, искусствовед, и еще рано подытоживать его достижения. Впереди еще много планов, много видений. Он еще хочет учиться и учиться, открывать новые двери, никогда не останавливаться и не гордиться сделанным. Шаг за шагом реализовывать все цели, чтобы быть честным перед собой и другими, быть верным своим принципам и мечте. Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова